Мы рады приветствовать вас в Белта, в нашем новом проекте «Страна говорит». Здесь мы все вместе обсуждаем самые насущные темы и проблемы, которые касаются и волнуют всех, каждого из нас. Сегодня разговор пойдет о дне народного единства, государственном празднике, который наша страна отметила уже во второй раз. Поэтому сегодня мы поговорим о важнейших смыслах событий сентября 1939 года и том, почему эта дата заслуживает того, чтобы быть не менее известной и почитаемой, чем 9 мая и 3 июля. Позвольте представить участников нашего сегодняшнего разговора. Виктор Николаевич Ватль, заведующий кафедрой политологии Гродненского государственного университета имени Янки Купалы, доктор политических наук, профессор. Анатолий Тихонович Глаз, председатель Могилевской областной ветеранской организации. Надежда Владимировна Бухарова, учредитель и руководитель Рижской детской академии радиотелевидения, чья жизнь очень круто изменилась после того, как внук Илья взял интервью у президента Беларуси. Валентина Васильевна Генчук, директор Национального института образования, кандидат педагогических наук. Галина Сергеевна Кравчук, старший научный сотрудник Березовского историко-краеведческого музея. На мой взгляд, значимость даты приходит несколькими путями. Это через слово, через сердце и через дело. И вот сейчас настало время разговора серьезного, взвешенного, теплого и дружественного. Конечно, прежде всего, нам надо понять ее высоту, а она начинается с истоков. Поэтому вопрос уместен, с чего все начиналось. Это отторжение, отъединение, вражда. Это 2021 год. Напомню и слушателям, в том числе, что 2021 год – это результат Первой империстической войны мировой по своему характеру. Она зафиксировала начало нового передела мира, схватку больших держав. И в этой схватке нам не было места. Вот это первая историческая несправедливость. Если говорить о фактах, то переговорный процесс по следствиям Первой мировой войны, и в частности того, как будет с новыми народами, молодыми, белорусской делегации, там места не нашлось. Переговоры шли два года. И никогда на эти переговоры, на первом этапе, на втором этапе белорусы не приглашались. Об их интересах вообще никто не вспоминал. Если иногда белорусский вопрос вставал, то он был протокольным. И представители, это были представители, которые являлись фигурами для заинтересованных групп, они были в прихожей, в дипломатической, и никогда не появлялись на авансцене. Шел торг, и наша земля была предметом торга. А это уже юридическая несправедливость. И, естественно, все это в конечном итоге вылилось в кабальные условия. Март 21-го года зафиксировал самую главную историческую несправедливость. Половина территории и практически половина населения ушла из конного ареала и оказалась в составе довоенной Польши. Это стало началом вот той большой исторической трагедии, которая связана с Западной Белоруссией, с судьбой многих-многих миллионов наших сограждан. Называя вещью своими именами, мы имеем дело с польской оккупацией и насильственной ассимиляцией белорусского народа. Как на деле проводилась эта политика полонизации, чем аукнула в социальной, культурной и экономической сфере эта жизнь под панами, как у нас говорили, для населения оккупированной территории? Конечно, вот эта сфера оказалась самым драматургическим экраном для того, чтобы увидеть, что произошло в результате завоевания этих земель и их отторжения от белорусских территорий. Но прежде всего, это полонизация. Она проявила себя в нескольких направлениях. Это прежде всего образование и культура. Если к 2019 году на территории западных белорусских земель еще были белорусские школы, то уже к середине 20-х годов их осталось половина. Из 450 или 60 их осталось половина. А во второй половине 30-х годов практически на территории не осталось ни одной белорусской школы. Это была преднамеренная, целенаправленная политика по ликвидации белорусского языка и культуры. И это была целенаправленная политика по ассимиляции коренного белорусского населения. И позволю вот один фрагмент из личной семейной биографии. Мой отец, он уроженец Скидельщины, это моя малая родина. Мальчуганам в конце 30-х бегал в Скидель в начальную школу получать грамоту. И он не раз вспоминал эти времена и говорил, каждый день, каждое утро начиналось с обязательной речевки, которую определял учитель, поляк. Надо напомнить, да, надо подчеркнуть, что в школе были только одни учителя поляки. Белорусских учителей там не было. И это было обестрого обязательно. Речевка звучала так. Кто ты естесь? Поляк малый. Глубный символ. Кожил бялый. Если надо, я переведу. И идите, пожалуйста. Да, кто ты естесь, ну, ребенка спрашивает, кто ты, он должен был обязательно сказать, я поляк. И второе, какой твой главный символ? Это орел. Орел – это главный символ польского флага. Если ты это произносил нечленораздельно, неумело или тянул, или не хотел говорить, следовало обязательно наказание указкой учителя по лбу или по спине, по плечам. И отец говорил, вот таких тычков было очень много. Это запомнилось очень сильно болезненно. Вот это такая тонкая, тонкая мера постоянно. Она свидетельствует сегодня только об одном. Вбивалась с раннего возраста в умы и сердца лишить всего исконного своего, подлинного, белорусского. И утвердить вот такими мерами в памяти, в сознании, в сердце вот это представление, что здесь только одно может быть. Польское – другое. Я хочу просто добавить, так как я сотрудник музея, Березовского музея, мне, естественно, ближе история Березовщины. И если говорить о нашей Березовщине, сейчас она, это промышленный район. В то же время у нас в основном были что? Это кустарные предприятия, лесопильный завод – это вывозка леса, меловый завод. Ну а если говорить о таких вот предприятиях промышленных, то это был частный спиртзавод графов Пусловских. А так, я говорю, и в основном это кресы всходные, это были что? Это сырьевые придатки. И вот у нас благополучно вывозили этот лес. А если говорить даже о самом городе, если сейчас у нас промышленный город, то там были, ну, я говорю, это были кустарные предприятия. Вот это что было до 1939 года. — Понятно, что такое положение отдела, такое отношение. Слово «быдло» нередко употреблялось в отношении белорусов. — Но постоянно? — Слышали они себе и в спину, и в лицо. Не могло оно устраивать. Однако все волны освободительных выступлений жестко и жестоко подавлялись. Белорусы сотнями бросали в тюрьмы. В 1934 году в Березе-Картусской был открыт печально известный польский концлагерь, аналогов которому по жестокости на тот момент, пожалуй, в Европе и не было. За пять лет он покалечил судьбы более 10 тысяч человек. Галина Сергеевна, расскажите нам, пожалуйста, каким пыткам подвергали здешних узников поляки? — Так, ну, лагерь был открыт, получается, 15 июня в Варшаве убивают министра внутренних дел Пиратского. Буквально через два часа премьер-министр Козловский докладывает Пилшутскому идею о создании таких лагерей, а 17 июня был подписан декрет о создании концлагерей. Почему Береза была выбрана для столь страшного лагеря? Потому что лагерь стали называть это воплощение ада на земле. Видно, ну, в силу своего такого положения, Береза это была тихая, Береза-Картуска тогда наш город называлась, это было тихое местечко, а второе, то, что у нас связь, это дороги. У нас через город проходит железная дорога, через город проходит шоссейная дорога. И вот, видно, все эти условия послужили для того, чтобы создать этот лагерь в Березе. Лагерь расположился в старых царских казармах. Первым комендантом лагеря был Болеслав Грифнер, и вот ему принадлежит такой афоризм. С нашего лагеря есть только два пути выхода. Это на собственные похороны или в дом умалишённых. Вся эта лагерная система, она была направлена на то, чтобы в первую очередь сломить людей морально. Ну и, конечно же, физические силы измотать. Как только за узником закрывались лагерные ворота, первая команда, которую они слышали, бегом марш. И вот вся жизнь узника, она проходила бегом, потому что было два таких правила в лагере. Это сумасшедший бег, потому что все приказания полицейских узники должны были выполнять быстро бегом. А второе правило — это то, что запрещалось говорить. И, как вот вспоминают современники, что над лагерем всегда стояла тишина. Но тишина, которая как бы не характерна для такого большого скопления людей. Когда каждое утро заключённых начиналось всегда с поверки, и всегда им засчитывали два списка. Список наказаний и список на работу. Потому что в том же декрете, который был подписан 17 июня, было прописано, что узники должны были трудиться. Какие наказания? Наказывали за малейшую правильность. Коль нельзя разговаривать, значит, естественно, за разговоры это само собой разумеется. Но даже если люди просто обменялись взглядами, могло последовать наказание. Наказывали упражнениями. То есть людей просто... Вот территория между двумя этими казармами была разбита на секции. И вот в эти секции людей загоняли и заставляли бегать, прыгать, ползать по-пластонски, ходить по Утиному. И вот эта муштра, она продолжалась в течение дня. То есть с утра до обеда, потом был обед, потом опять с обеда до отбоя. Человек занимался вот этими упражнениями. Следующее наказание — это было наказание карцера. Даже сами полицейские называли карцер «дом смерти». Под карцер были приспособлены пороховые погреба. Это каменный мешок, температура которых, во-первых, никогда не баловала теплом. Находясь в карцере, люди теряли ориентацию, какой день, утро или день. Потому что в карцере никогда не проникал вот этот свет. В карцере обычно наказывали на 7 дней. И вот кто попадал в карцер, он также лишался еще сна и голода. Еще морили голодом. Каким образом? Дело в том, что кто помещался в карцер, значит, того человека лишали, ему был приписан половина рациона того лагерного и плюс день поста. То есть в этот день давали только хлеб, кусок хлеба и вода. Вот и весь день. Я вас перебью. Много белорусов умерло в этих застенках? Или вышло коллегами? Дело в том, что остается такой вопрос. Сколько же человек погибло в самом лагере? Считается, 13 человек. Плюс один человек покончил жизнь самоубийством. Но дело в том, опять же, что когда узник был доведен уже до крайнего состояния, его с лагеря отправляли в Кобринскую больницу. А оттуда приходили такое заключение. Безнадежно. То есть его тогда сразу следовало освобождение. Или приходил запрос дать адреса номеров таких-то. То есть человек уже умер. И опять же, вот этот вопрос, сколько же человек погибло в лагере, ну, как бы остается по сей день открытый. Почему? Потому что большое количество узников было именно конец августа-сентябрь 1939 года. Если раньше узник поступал в лагерь, на него заводилось такое дело. То есть там записывалось и фамилия, и имя, откуда, и узнику присваивался номер. Когда же вот август и сентябрь 1939 года узников принимали просто по списку. Их везли, ну, целыми, как бы не то, что вот со всех этих поветов везли именно в концлагерь Береза-Картузка. Потому что, ну, Польша знала, что, ну, все-таки война, она случится. И был, видно, такой, ну, приказ отдан, что по каждому повету составить списки неблагонадежных. И вот потом этих неблагонадежных вызывали в этот полицейский участок. Им предлагали вначале подписать декларацию лояльности. Человек отказывался. Значит, его, вот эту группу, отправляли в концлагерь Береза-Картузка. Да, это одно из таких значимых мест, на котором мы должны, молодежи, показывать, что значит народное единство. Но в целом-то, давайте прямо говорить, что этот праздник, он существовал, правда, не на государственном уровне раньше. Но актуализация его, чтобы он был на государственном уровне, конечно, произошла после 2020 года. Это не секрет. Потому что было у нас, и этому надо прямо сказать, что была у нас какая-то стеснительность своя. Что мы стеснялись показать, прежде всего, молодежи, а чего же стоило того, что республика получила после 1991 года. Чего это стоило, каких усилий, и что мы достигли. Мы считали, и молодежь считала, что это, ну, само собой разумеющееся, ну, построили Ледовый дворец, ну, построили национальный новый художественный театр, ну, построили то, ну, да, построили. Не понимая, что это колоссальное усилие, это государственная политика. И в этой связи мы получили 20-й год, в том числе, извиняюсь, в этой связи мы получили 20-й год. И после 20-го, естественно, мы увидели, что мы являемся свидетелями и участниками, по сути дела, очередного, всеобщего Дранкнахостен. И мы увидели, что этот Дранкнахостен фактически охватил все славянские государства, начиная с его слави 99-го года, и движется дальше. И мы поняли, прежде всего, то, что если мы сейчас не объясним молодежи, что такое, в чем смысл истине народного единства, мы можем пожать плохие труды, плохие результаты. И к великой радости это произошло. Но вот в плане мероприятий, их огромное число проводится сегодня, я считаю, что мы немножко в некоторых моментах недорабатываем. Мы, вот мало я, например, вижу конкретных деятелей, которые, образно говоря, дошли до, значит, смертной казни, доходили. Тот же Притыцкий, Сергей Иосифович, которые боролись там, находясь на той стороне, не боясь ни канцлагерей, ничего. И мне кажется, надо шире показывать этих людей, они стали потом руководителями. Второе. Вот как-то молодежь понимает, что, ну вот, зашла Красная Армия, освободили, и мы начали быть едиными. Мы не говорим, мало говорим о том, что после этого были выборы на Западной Белоруссии, а потом сформированный, образно, Верховный Совет этой Западной Белоруссии принял решение с просьбой присоединиться к Белоруссии. Это же решение было принято и Верховным Советом Белорусской ССР, и только после этого уже произошло официальное слияние, которое было узаконено на совместной сессии, и это стало законным. А так, многие представляют, что пришла Красная Армия, образно говоря, на штыках принесли объединение. А этого не было на самом деле, да, освободили, не более того. И я сегодня не могу не сказать о том, что, ну, мне, к сожалению, что, несмотря на крайнюю важность и актуальность понимания сегодня патриотического и идеологического воспитания, у нас отсутствует единая комплексная система, которая бы начиналась с детского сада и заканчивалась, образно, раппенсионом, увязанная. Учителя стараются делать свое и делают колоссально много. Культура делает свое, значит, спорт делает свое, идеологи делают свое. А в единое это, образно говоря, не связано, это не есть то, что сегодня надо. Мы ведь люди взрослые, вот, например, что такое областная ветеранская организация? 230 тысяч человек, прошедших жизнь, очень опытных. Мы понимаем, что сегодня вот та оголтела сатанинская кампания, которая развянула на Западе против России, это же совершенно не только то, что они все говорят, что Путин не дает газ. Они подспудно готовят население к тому, что мы отсюда, Россия и Беларусь, это исчадие ада. Это мы им нещем только зло, мы нещем им только вред. И они должны мерзнуть и очень много платить, не раскрывая суть то, что они сами, своими руками, по указке, естественно, знаем, кого, делают для своих людей вот это. А мне кажется, это надо гораздо больше и гораздо шире. Хотя, надо прямо сказать, что в результате Рижского мирного Могилева чуть не стал столицей республики. И это тоже исторический факт. А точнее, официально стал, но реально не стал. Хотя в 1941 году три дня побыл в столице, когда правительство переехало. И мне думается, что вот День народного единства, он должен быть не как праздник эпизодичный, извините, а как праздник, который с ограниченным каким-то временем. Вот неделя народного единства. Это не совсем правильно. Народное единство, особенно вновь скорректированных учебниках, по моему глубокому убеждению, должно найти целым разделом вот этот эпизод присоединения. Потому что мы еще раз, с того, что начал, мы сейчас только воочию и в полной мере осознали, что значит народу быть единым. Если мы хотим чего-то достичь, тем более в это время. Нам как никогда надо быть едиными, для того, чтобы пережить это страшно. Я уверен, что мы его переживем и выйдем, как всегда, окрепшими со всех этих перипетий. Но мне с системой надо работать. Я позволил бы себе небольшое дополнение по березе картузской. Сегодня в Польше ходит такое мнение, что да, этот концлагерь был, да, это такая черная страничка, но не более того. Мол, по нове, давайте забудем, перевернем. Но все остальное на западных землях было неплохо. И это так подкупает и привлекает. Но когда посмотришь правде в глаза, все не так. Вот западно-белорусские земли, скажем, рассматривались санкционным режимом, как периферия, периферийная, кустарная, цеховая, отсталая. Сырьевая зона. Она, в общем-то, представляла собой такой дешевый рынок рабочих рук. И надо подчеркнуть, что миграция, о которой сегодня тоже много говорят, спекулирует молодежь, что там уезжает и так далее, она была известна и в довоенной Польше. Вот отсюда начался отъезд наших сограждан и в Латинскую Америку, и в Америку, потому что было очень тяжело жить каждый день. Вот это надо не забывать. И, естественно, вот эти сферы простой жизни, да, очень сложно было пойти в свой собственный белорусский театр. Их практически уже к концу 30-летия не было. Надо помнить, что в те времена была, в начале 30-х годов, проведена конституционная реформа, которая ограничивала очень серьезно избирательные права молодежи. Был поднят ценз до 25 лет. 10% белорусского населения в Западной Беларуси были фактически исключены. Надо не забывать о том, что более 200 политических, судебных, был расправ на территории Западной Беларуси, более 4 тысяч заключенных. И это не только было КПЗБ, но и остальное. Поэтому санационный режим очень к этому всему относился только с одной меркой. превратить эти земли, в общем-то, в ресурс для своих целей, для своих национальных интересов. Но никак не для наших, не для белорусских. Почему же 17 сентября 1939 года начало освободительного похода Красной Армии и результатом его стало воссоединение Беларуси и белорусского народа в одно целое. Но что мы наблюдаем сегодня? Вот то, что сказал Виктор Николаевич, то, что сказали вы, Антон Тихонович. Польские историки не только пытаются под шумок, понимая, что молодежь сегодня не так активно читает учебники, не так этим интересуется, представить этот поход в очень невыгодном свете. Не было никакой полонизации, репрессий не было. Население на оккупированной территории вообще не собиралось воссоединяться с БССР. Все это ложь, мол. Но мы-то с вами знаем, что это и есть вульгарная ложь, потому что мы смотрим фотоархивы, видеодокументы и видим, что Красную Армию встречали с цветами. Их встречали как освободители. Если можно, я два слова скажу по этому поводу. У меня нет сомнений в плане того, что сегодня все это делается для того, чтобы еще раз показать нашу второсортность. Что мы, ведь я когда выступаю перед молодежью, я достаточно часто выступаю, и я им задаю простой вопрос. А почему вот сегодня снос памятников в Европе не встречает такого, ну, совсем массового, хотя мне очень отрадно, что выходит молодежь с цветами защищать, а потому что нет живых свидетелей, которые могли бы сказать, если бы это было 20 лет назад, то вышли бы ветераны Второй мировой войны и сказали бы, что же вы творите, они же нас освобождали от Гитлера, а вы тут что-то творите. Не могли, потому что общественное мнение было не на них стороне. А сегодня, учитывая общее направление политики, вот это, о которой я сказал, они, естественно, делают вот эти, я повторяю, сатанинские дела, и в этом вся суть. Если я вспоминаю буквально 10-летней давности, я был членом исполкома Федерации футбола, у нас был финал Европейского чемпионата У-19, женщин 24 человека в команде, 8 команд приезжало. Значит, мы, я отвечал за экскурсии, культурную программу и так далее. Все студентки университета, все, ни один человек, ни один не знал о том, что Советский Союз принимал участие во Второй мировой войне. Принимал. Потому что в учебниках-то нет, и нет очень давно. И когда мы привезли на площадь Победы, а когда привезли в Хатынь, там вообще они не имели. Да как, это вы, я как. А мы говорим, а кто ж кроме нас? А че ж могилы у вас? А вы ж посмотрите, чьим памятником. И в Польше, и в Числовакии, и в Венгрии, и вообще в Германии. А чьим? Говорю, как. А, ну да, у нас же есть такие кладбища тоже. Вот о чем. То есть эта политика шла далеко не вчера, начиналась. И не далеко не позавчера, а гораздо раньше, целенаправленно делается все для того, чтобы показать, что мы есть никчемные. То, что вот сказал мой уважаемый коллега, началось оттуда. К чести наших историков, нужно сказать, совершенно недавно декан исторического факультета БГУ рассказывал именно по этой теме, что есть такие попытки, они участвуют в этих обсуждениях, переговоры, какие-то консилиумы. Но и поляки очень сильно жмут на эту тему, надавливают на нее и пытаются ее снивелировать и заретушировать. Но к чести наших историков, повторюсь, мы не наступаем в этом вопросе, не на йоту. Потому что этот вопрос для нас принципиальный, он по-живому. Это как раз-таки говорит о связях сегодняшнего и того ушедшего, вроде бы ушедшего, но очень сильно связывающий нас, прошлое и настоящее. Ну и, естественно, перспективу. Вот что сегодня происходит? Это начало очередного передела мира. Это определяющая, ключевая причина. И многие жаждают реванша, в том числе и в нынешней Польше. Вот разговор о крессах сегодня постоянно возобновляется. И наши земли опять попадают в прицел. Напомню, что в Польше в нескольких городах бегают трамваи, где в качестве рекламы изображаются карты 1937 года. И наши земли в составе якобы польского государства. Вроде бы, ну что тут такого? Ну реклама, ну забава. А это попадает в сознание и в подсознание и укрепляется на уровне смысла. Еще вот одно, что буквально на наших глазах и воплощает вот эти попытки реваншизма. Недавно вы знаете из официальных сообщений, предупреждена была в очередной и в последний раз временное поверенное ЕС в нашей стране, которое с рядом дипломатических работников европейских государств посетило могилы солдат проклятых, или жалнежи, пшеклентых. Это армия Краева, те люди, которые по ряду обстоятельств были захоронены здесь тихо, спокойно, тайно. Но сейчас идут попытки реанимировать, выдвинуть их на щит и представить их в виде национальных героев, и в том числе наших героев. Это что, случайность? Нет. Естественно, вот этот акт можно рассматривать как специальная операция, которая дана для того, чтобы спровоцировать здесь очередной конфликт. И это понятно, почему Беларусь рассматривается как элемент огненного кольца, но об этом может быть чуть позже, вот в разговоре о современности. И вот это говорит о том, что нам нельзя забывать исторические уроки и 21-го года, и 39-го года. Поэтому не случайно вот это одна из мотиваций, заставляющих нас помнить. У нас должны быть символы, которые не разъединяют, а сплачивают. Потому что сегодняшний день не позволяет расслабляться. Применительно карта, буквально реплика, которая в трамваях. Я в 1984 году был в ФРГ, и мы пощерчали уроки в гимназии. Так вот, в 9-м классе, по нашему, значит, гимназии, в учебниках истории, в ФРГ, карта была 39-го года, а не 45-го. То есть там тоже не забывают о том, кто и кто. Это политика правящего класса всегда на трамваях вырешена. Правда же? Чтобы пресечь на карне вот эти попытки, о которых вы говорите, и которые мы обсуждаем, попытки переписывания истории задним числом с 1 сентября в белорусских школах планировались, разработаны, внедрены в школьную программу по курсу «Историю Беларуси» вопросы по теме польской оккупации Западной Беларуси. Валентина Васильевна, хотелось спросить, как они реализуются сегодня на практике, и как реагируют на них школьники? Как они сегодня вникают в эти вопросы, и какова их реакция? Нам, конечно, было бы интересно это узнать. Я сразу отмечу, что события, о которых мы сегодня с вами говорим, они изучаются в школе дважды. В девятом классе, когда дети изучают перед начало XXI века, и в одиннадцатом классе. В девятом классе на хронологическо-событийном уровне, а в одиннадцатом классе на так называемом проблемно-теоретическом уровне. Наши дети из школьных учебников истории и знали, и знают сегодня и про Рижский мирный договор, и про его последствия, тяжелые для Беларуси, когда Западная Беларусь оказалась под властью Польши. Они знают про положение Западной Беларуси в составе Польши, про политику полонизации, про то, что нельзя было учиться и разговаривать на родной белорусской мове. Они знают, что Западная Беларусь была аграрным придатком Польши и расценивалась только как сырьевая база и ресурсный такой придаток. Они знают про... В новом учебнике по истории Беларуси для одиннадцатого класса есть сведения про картуз, березки, концлагерь. И не в таких деталях, как сегодня мы услышали, но, тем не менее, они знают о тех формах издевательств над людьми, которые там применялись по отношению к заключенным. И мы сегодня нацеливаем учеников на то... Вот мы говорим сегодня о том, как сделать, чтобы 17 сентября воспринималось всем населением как всенародный праздник, значимый, так же значимый, как 9 мая и 3 июля. Для того, чтобы наши ученики и подрастающее поколение понимали значимость даты 17 сентября, которая стала началом воссоединения западной белорусской земель с восточной, которая называлась БССР. Мы ориентируем педагогов на то, что нужно не просто транслировать информацию о том, каким было положение западной Беларуси в составе Польши, но и предлагать ученикам вопросы, которые нацеливают на оценочное суждение, на то, чтобы ученики в том числе высказывали свое мнение о том, что они думают по поводу положения западной Беларуси в составе Польши и, соответственно, делали свои выводы. И вот эти оценочные суждения сформируют со временем понимание учениками значимости этой даты для Беларуси, как, во-первых, акта исторической справедливости, который позволил белорусскому народу воссоединиться в рамках одного государства. Но и нужно отметить, что сегодня все-таки система образования, она очень динамично и мобильно реагирует на запросы и на вызовы современного общества. И сегодня мы с 1 сентября 2022 года в учебную программу по истории Беларуси включили новые вопросы, которые в дополнение к тем материалам, которые уже изучались, просто усилили акценты. В частности, мы в учебную программу для 11 класса включили вопросы, связанные с социально-экономической политикой польских властей на территории Западной Беларуси и национальной политики, просто акцентировав на это внимание. — Валентина Васильевна, извините, как вообще школьники, старшеклассники реагируют на эту тему? Скажите, из вашего опыта вы наблюдаете за ними. Какая реакция у них на эту тему? — Я полагаю, что могу, скажем, сказать, что наши ученики вот в тех разговорах, которыми я сталкиваюсь и в которых я участвую с учениками, они высказывают понимание значимости этой даты. Мы ведь говорим с ними не только на уроках по истории Беларуси. У нас есть целый ряд воспитательных мероприятий. Например, вот к дню 17 сентября в этом году приурочены так называемые уроки памяти, уроки народного единства, которые проводятся во всех учреждениях образования. На эти уроки могут приглашаться в том числе и общественные деятели из регионов, которые, может быть, где-то еще помнят события, которые происходили. Или дети тех, которые помнили события 1939 года и то, что происходило на территории Западной Беларуси до 1939 года. Мы предлагаем учащимся высказываться по этому поводу, потому что это формирует именно мнение, общественное мнение и мнение наших школьников. И предлагаем им высказываться не только в устной речи, но и отражать свою позицию через различные активности. Например, через конкурсы плакатов, через диалоговые площадки, через участие в различных диспутах, где можно о своей позиции заявить. И это как бы работает на нашу общую задачу. День народного единства должен приобретать с каждым годом все большую значимость и все большее признание. Спасибо. Анатолий Тихонович поднял такую тему, она меня как-то зацепила тоже. Хочу обсудить с вами. Анатолий Тихонович вспомнил, что у нас на дворе год исторической памяти. И, как известно, мы очень много внимания уделяем периоду Великой Отечественной войны. Хатынь, Брестская крепость, Гуническое поле и так далее. Есть программы и карты экскурсий, которые разработаны для школьников. Мне кажется, Анатолий Тихонович, зреет его вопрос, висит в воздухе. А может быть, нам включить в эти программы вот такие музеи, как Береза-Картузская, показать им станцию Негорелая, на которой завершался Советский Союз и начиналась с страны Запада. Привет рабочим и дружинникам Запада, висело на этой вывеске. Я это в том числе и имел в виду, когда говорю, что мало показано. Более активно. Что вы об этом думаете? Сыграло ли бы это свою роль? Одно дело обсудить в классе, другое дело приехать в Березу-Картузскую и посмотреть на окровавленную кирпичную дорожку в Березе и посидеть в карцере на лавочке, посмотреть, что это было. Экскурсии, которые проводятся, и вот тот перечень экскурсионных объектов, которые мы рекомендуем для посещения учащимися в учреждении общего среднего образования, это, несомненно, важный аспект всей воспитательной работы. И когда мы говорим об историческом образовании наших школьников, то мы понимаем, что оно осуществляется ведь не только на уроках, оно осуществляется в том числе и во внеурочной деятельности, и через экскурсионную деятельность особенно. Я могу заблуждаться, но мне кажется, вот музей в Березе в этот перечень включен. Если это еще не сделано, соответственно, вопрос будет рассмотрен. И, конечно же, экскурсии обладают очень большим воспитательным потенциалом, потому что одно дело читать и слушать учителя, а другое дело видеть своими глазами. Эмоциональное воздействие на школьников, на детей, на подростков будет, конечно, больше. Тем более, что у нас предполагается и предусмотрено, что экскурсии не ради экскурсии, а экскурсии как элемент получения информации, и все перечень экскурсий у нас соотнесен с учебными предметами и учебными программами. И мы в наших инструктивно-методических материалах рекомендуем, что по результатам экскурсии обязательно должно произойти обсуждение. И на уроках, на внеклассных мероприятиях к экскурсии нужно вернуться для того, чтобы обсудить те впечатления, которые получили ученики. А это, конечно, воспитательный процесс. — Антон Анатольевна, на Ваш взгляд, помимо Березы-Картузской, какие еще объекты в стране могли бы войти в этот список? Предлагаю всех подключиться. У кого есть? — Вы знаете, они очень многие включены на сегодняшний день. — Давайте, может быть, мы их назовем. — И Ола, и Брестская крепость, и Буйническое поле. И в каждом регионе, когда мы этот перечень разрабатывали, экскурсии, мы запрашивали информацию от каждого региона, потому что предполагается, что экскурсионные объекты ученики посещают не только в шестой школьный день и не только во время каникул. Это могут быть объекты, посещаемые и в течение учебной недели. А это означает, что поехать в Брестскую крепость не из любого, скажем так, региона возможно. И поэтому в каждом регионе определены свои объекты, которые достойны для того, чтобы их ученики посетили и по своему воспитательному воздействию, и по своей значимости, и по смыслам, которые они с собой несут. Поэтому перечень очень широкий. Он сегодня размещен на национальном образовательном портале, является руководством к действию для всех педагогов наших средних школ, и, соответственно, реализуется сегодня. Благодарю. Я позволю себе буквально два слова в этом плане. Поскольку я понимаю и полностью поддерживаю, речь идет о том, что мы должны сформировать перечень объектов именно этого периода, 21-й, 39-й год, и на основе их показать совершенно конкретные реалии существования Западной Белоруссии не в границах, а в польском государстве. Так я понимаю. У вас есть предложение в этот список? Что бы вы хотели? Я готов подумать. Еще наряду с этим, друзья, я хотел бы подчеркнуть еще и такой аспект. Это, несомненно, та красная дорога нашего ужаса, апофеоза вот этого черного санационного режима. Но наряду с этим, мне кажется, нужно не упускать из поля зрения, из оптики нашего взгляда, и те дела, которые мы смогли совершить в несколько лет, с 39 по 41 годах, на освобожденной земле. Вот те небольшие достижения, дела, которые успели тогда сделать. Вот эту героику будней, уже тогда заложивших первые камни, вот воссоединение. Скажем, в 40-м году появился небольшой учительский институт в Гродно. Это вот праматерь наша, альма-матер сегодняшнего Гродненского Купаловского университета. И вот тогда именно закладывались вот эти основы, возвращение к нашему литературному языку, ну, наш университет Янки Купалы, да, и к нашей культуре, к нашим обычаям, к нашему фольклору, к нашим народным мифам, вот к песням, вот к мелодике этой, вот к природе. Я думаю, что здесь тоже еще есть очень много того потенциала, который мы могли бы включить сегодня в эту нужную для нас работу. Я так подробно исторические факты становления государства Беларуси, наверное, не знала, или, может быть, уже забыла. У меня была хорошая школа советская, и история преподавалась так, как она должна была преподаваться, да. Но я только знаю о том, как бы и мои друзья, и коллеги во всех странах, все знают, вот поверьте мне, вот все знают такую фразу, Беларусь очень много перенесла горя. Сам белорусский народ в своей исторической части перенес очень много горя. И вот это, наверное, и сподвигло к тому, что Беларусь, она как бы возрождалась, вот возрождалась во всем. То есть, вы знаете, я не знала такие исторические факты, почему 17 сентября, да. Но я хочу сказать свое видение. Вот видение человека, который не жил в Беларуси, и который сейчас принимает эту страну как свою. Когда мы приехали на Славянский базар, то первое такое впечатление было, я и прессе уже говорила о том, что, вы знаете, когда ты приезжаешь в Беларусь, ведь мы же все люди, мы ощущаем внутри, правда, вот приходишь в какой-то в гости, и ты вот как-то хочешь все время уйти, или ты пришел и чувствуешь себя как дома. Когда мы приехали на Славянский базар, вы знаете, такое впечатление, что мы окунулись вот в свежий майский мед. Какой образ. Вот вы понимаете, да, он пришел ко мне, вот этот образ, и я высказала просто в процессе разговора с журналистами. Вот в майский теплый вот этот солнечный мед. Потому что вот эта атмосфера любви огромной страны, вот этой большой истории, вот большой боли исторической, которую Беларусь пронесла через исторические события, вот она, вы понимаете, она выливалась через сердце любовью и добротой. Любовью и добротой. А это же не наполняется быстро, это же наполняется годами, десятилетиями, правильно? И вот Беларусь, как страна, она настолько наполнилась вот этой любовью и добротой, что когда мы приехали из Латвии, и когда мы вот вдохнули это все, вот вы знаете, вот такое было ощущение. И все, кто приезжает сейчас в Беларусь, почему не хотят, чтобы из Латвии, из Литвы приезжали в Беларусь? Они не хотят, чтобы видели, какие вы добрые, какие вы приветливые, как у вас все есть. Я прихожу и говорю, я не поняла, где здесь санкции? Беларусы такие, так хорошо живут, у них все так вкусно. Я два месяца каждый день ем драники. Я не понимаю вот этой фантазии, что могут быть они со сметаной, они могут быть с рыбкой, они могут быть какие-то там щечки, с чем только они не могут быть. Но они настолько вкусные. Почему? Потому что вкусная любимая картошка. Почему селедка под шубой нигде нет такой, какая есть в Витебске? Потому что она сделана с любовью и своих продуктов. Вы настолько уже привыкли жить в своей стране, настолько вы привыкли к взаимоотношениям, ко всему, что у вас есть, что вы уже этого не замечаете. А когда человек приезжает, и тем более с Европы, где уже практически искусственные продукты, что такое европейские люди? Там приучают тебя быть одним. Ты личность, у тебя свое личностное пространство, которое никто не должен нарушить. Детям сейчас... Вот понимаете, почему мы рады, что мы вырвали своих детей в Беларуси, потому что второй ребенок этой семьи, где Илюша, Сонечка, которая пошла в первый класс, слава богу, в белорусскую школу, в латышской школе сейчас по программе значит, есть такой урок, урок официальный, родитель один, родитель два. И что ты, когда тебе исполнится там 9-10 лет, можешь поменять свой пол, если ты хочешь. А туалет, извините, в школе 2, 2 туалета или 3? Там же есть уже третий гендерный, нейтральный, насколько я знаю. Вот не знаю, не заглядывала, но я думаю, к этому все придет. Вы понимаете? И что самое страшное, это как, помните, Гитлер сказал, да, дайте мне возможность печатать учебники, и я завоюю весь мир, да? Вот это то же самое. То есть они стали ломать детей, они стали... А ребенок, он же как чистый лист. Он приходит, и все, что ты ему даешь, он это все впитывает. И впитывает с радостью. Потому что у него нет еще опыта, он не знает, как может быть по-другому. Вот в чем страшно, понимаете? Вот. И я вам хочу сказать. И поэтому вот единство... Я говорю, еще раз повторюсь, я не знала исторический момент того, почему именно 17 сентября. Но вот это единство людей в Беларуси, вы знаете, мы почувствовали вот даже на нашем, как это сказать, историческом моменте жизни моей семьи и Детской академии радио и телевидения. Это примеры вашей семьи. Да. Дело в том, что мы приехали с очень хорошим настроением, с позитивом, вы знаете, вот когда мы говорим, что мы политикой не занимаемся, мы аполитичны, вот этого не может быть. Потому что мы все все равно на нее завязаны. Да. На эти законы, на то, что делает руководство стран. Мы все равно... Это нас касается. И мы не можем вот так отгородиться и сказать, нет-нет-нет, я политикой не занимаюсь. Она нас касается, она в нашей жизни. Правильно? И поэтому я вам хочу сказать, к сожалению, то, что происходит сейчас в Латвии, я конкретно могу сказать о Латвии. Вы знаете, ну, это ужасно. Это называется, вот это выражение, обыкновенный фашизм. Понимаете, когда руководство страны, не думая вообще о стране, я считаю, они просто ее очищают. Последнее событие, которое происходит сейчас в Латвии, это то, что Евросоюз Латвии выделил субсидии на то, чтобы они компенсировали закрытие малых хозяйств. Но уже там все уничтожили. Всю промышленность. Все. Понимаете, люди просто... Я даже удивляюсь, как люди вообще выживают. Такие огромные долги, откуда не могут быть в стране огромнейшие долги на несколько поколений, когда постоянно Евросоюз дает туда деньги, вливание делает. Плюс еще сделать долги. Но мы сейчас не об этом. Мы все-таки... Вот единства в Латвии, его нет. Его уничтожили. И вот в Святом Писании, в Библии, там есть такое выражение. Царство, разделенное пополам, оно не устоит. Вот это разделение началось с 90-х годов, когда Латвия сделала предложение и такое воззвание ко всем жителям Латвии, что давайте мы вместе будем... Не отделение, а мы вместе будем строить свободную Латвию. Вместе будем поднимать эту страну. Получив все подписи всех проживающих в Латвии, моментально разделили. То есть обманули. Государство начало себя вести со лжи. Не объединение, а разделение. Разъединение. Да? То есть у тебя фиолетовый паспорт, у тебя паспорт гражданина. Ты можешь потом... При больших-больших скандалах они все-таки сделали то, что ты можешь сдать экзамены, на латышский язык и получать паспорт гражданина. Но знаете, как, помните, говорят, я свое слово дал, я свое слово забрал, да? Оно мое. Так и здесь это может быть. И сейчас это очень четко прослеживается, да? Как мне говорят, ну что вы, что вы, русские в Латвии, это совсем не те русские, которые вот там, и они не имеют отношения к этим событиям. Я говорю, вы знаете, я где-то уже это слышала. И когда-то я уже это слышала в Латвии, понимаете? И вот этого единства как такового нет. И когда ты приезжаешь в страну, вот вы знаете, впечатление Белоруссии, она как лакомый кусочек. Вы не видите этого, а я со стороны вижу. Она как лакомый кусочек для этого Запада. Потому что, где вы видели президента в какой-либо стране, который с утра до вечера ездит по своей стороне, щупает эти там созревшие там пшеницу и все. Где он там смотрит, извините, зайдет в каждый коровник, в каждый свинарник, в каждый курятник. Где вы такое видели в Европе? Вот скажите мне, вот скажите мне кто-нибудь. Даже сложно представить Макрона на ферме. Да. Ну поэтому вы же знаете, что Белоруссия его и называет батька. Вот. Это вообще, это, слушайте, вот каждый народ достоин своего правительства. И вот я вам хочу сказать, что в Латвии, боже, уже несколько лет слышно, вот нам бы такого батьку сюда на прокат. Понимаете? Замечу вам, что и не только в Латвии. Это да. И вот смотрите, вот посмотрите вот на свою страну. Она лакомый кусочек. Она аграрная страна. Люди все вместе, да. Вот. У них все есть. Дети растут. Это такой коммунизм. Я приехала, я зашла в ваши дворцы молодежи, школьников. Это действительно дворцы. Я пошла по классам, мне директор провел в Витебске. Там все, ну просто упакованы все. Вы понимаете? Вот. Мы привели нашего самого младшего, третьего моего внука в детский сад. Вы знаете, ну в этом детском саду все. А сколько доброты, а сколько любви. Вы понимаете? А сколько у вас общественных организаций, которые друг с другом, вы знаете, вот как кровеносные сосуды. Они все вместе, вместе что-то. Молодежь где-то, пионерия где-то. Там союз женщин, низкий поклон союзу женщин. Вы понимаете? Я вам хочу сказать, и все как-то друг другу, друг другу. Не потому, что мы оказались в такой ситуации, а потому, что люди такие. Вы понимаете, Вы окунулись в белорусское единство. Вы ощутили его за это время, чтобы в белорусском. И вот это единство, вот вы знаете, когда все друг другу подставляют плечо. У меня слезы были на глазах, когда, вот вы знаете, я человек очень такой деловая, конкретная, как Александр Григорьевич сказал, говорит, ну ты сильная, крепкая женщина. Да, но у меня были слезы на глазах, когда генеральный директор Витебск Энерго, когда давали паспорта всем, вот этой нашей семье, вот он передал маме Илье конверт. И там были вот деньги, знаете, не такие вот ровненькие, чистенькие, да, а вот разные. И там лежало 20 копеек. Ну, я так заувлобалась, говорю, какая у вас четкая бухгалтерия там прослеживает, даже 20 копеек. А он говорит, да, это профсоюз собирал. Я говорю, в смысле? Он говорит, это профсоюз собирал. Люди, собирали. Люди собирали. Вы знаете, у меня аж сердце, вот прям, вы знаете, зачем я говорю, как люди собирали? Он говорит, ну, люди у нас на предприятии специально, вот, ежедневно, говорит, месяц кормить детей, жить там до зарплаты еще, да, а тут и сентябрь, и школы, и все. Вы знаете, у меня слезы на глазах, потому что я не помню с советского времени, вот, вы знаете, чтобы в Латвии кто-то на что-то собирал люди деньги. Да, у нас по телевизору там ребенку нужна операция, там люди жертвуют, все, но чтобы вот просто вот подходили и собирали, ведь кто-то эти 20 копеек положил. Вы знаете, поэтому вот это единение страны, я вижу, что была сделана огромной работой, и я даже говорю всем белорусам старшего поколения, да, что низкий поклон, вы вырастили очень хороших детей, а ваши дети уже, и вы вырастили своих детей, внуков хороших, понимаете, это чувствуется, вот в этой атмосфере, это замечательно, очень правильно, что все вот эти общественные движения, организации, они все как-то все это вместе. Это не единственный случай, когда приезжают извне в Белоруссию и остаются здесь, или по естественным мотивам, или родственным, или каким-то превходящим обстоятельствам, и вот люди как со стороны так четко прочувствуют мощно, сильно, вот какие здесь есть преимущества, возможности, и об этом говорят очень многие, которые так или иначе побывали и живут на Западе. У меня есть знакомый, родственник которого живут в Америке, и он туда периодически к ним ездит, это близкие его родственники, он говорит, ну, никак не понимают, там огромнейшие деньги платят на обучение детей, музыки, гимнастики, каким-то пластическим видом искусства, огромнейшие, здесь же практически даром, это все дается, великолепные школы, пожалуйста, только приходите сюда, то есть такие возможности, и мы привыкли к этому, вот это уже данность, как воздух, мы считаем, что так оно и должно быть, вот это тот хлеб, который как раз таки и дает всходы для усиления единства, это надо ценить и беречь, я подчеркиваю, и все время об этом говорить, по поводу действия прибалтийских властей, это же не случайно, ну вы прекрасно это все понимаете, это все не случайно, сегодня ястребы в Прибалтике получили карт-бланш, они отбросили все карты, фиговые листки, там заботы о нас, меньшинствах, этнических группах, они четко, ясно, получив разрешение от своего господина из Вашингтона, они получили четкое разрешение полностью изгонять, ну желаете ассимилироваться, тогда да, а нет, по любому поводу, это четко, ясно, видно, на всех улицах и на всех направлениях, сегодня Прибалтика объективно превращена в плацдарм вот этого огненного кольца, которое создано специально вокруг вот восточноевропейского сегмента, специально, да, это провокационный такой плацдарм, на котором, на полигоне испытывают все самые разрушительные способы и методы, как спровоцировать конфликт, к чему, вот все... Но дело в том, что они сейчас и хотят этот конфликт, понимаете, потому что 1 октября выборы и появилось очень много молодых партий, других, которые не согласны с тем, что сейчас происходит. И вот сейчас, если какой-то спровоцируется конфликт, то тогда вводится военное положение, никаких выборов не будет, это же мы все прекрасно понимаем. Но я, извините, я хотела по поводу добавить вот того, что все вот здесь детям дается даром. Вы знаете, есть такое выражение, что нигде ничего не бывает бесплатно. За это кто-то всегда что-то заплатил. Поэтому то, что Белоруссия предоставляет возможность, огромнейшую возможность для того, чтобы дети развивались в домах культуры, творчества, в школе, вот за это платит государство. А государство это мы. Это государство. И вы понимаете, что она только в Белоруссии. Но вот в России на Западе такой политики нет. Там все абсолютно за все платится. И когда молодежь, которая говорит, ах, вы знаете, там такие зарплаты. Я говорю, а вы не хотите за квартиру четырехкомнатную заплатить, как я плачу, 500 евро? А вы не хотите заплатить за каждый музыкальный урок дополнительный, который идет в музыкальной школе 25 евро за один урок? Мне музыкальная бесплатная школа для Ильи обошлась за восемь лет где-то в 10-11 тысяч евро. Я говорю, вы не хотите там пожить? Пожалуйста, В других европейских государствах сплошь и рядом. Везде. Анатолий Тихо, конечно. Да, я буквально несколько тезисно. Безусловно, народ Белоруссии един. В подавляющем большинстве. Я не исключаю. Это особо ценно, на мой взгляд, еще и потому, что вот это единство сформировалось на фоне волны этого негативизма, который льется, волны целенаправленно выстроенной политики, которая выстроена величайшими, я не боюсь этого слова, умами негативного характера Запада и всеми возможными средствами массовой информации, которые действуют в единой программе. Вот оно еще более ценное. Почему оно стало реальным единство наше? Прежде всего, потому что есть государственная политика сегодня, которая каждым шагом, в каждом трудовом коллективе, в каждом учебном коллективе говорит, что есть основа нас. Нас, в каждом выступлении президента он говорит, мы выстоим, в этом сомнении нет, но для этого надо главное требование, главное условие. Мы должны быть едины, чтобы мы показали, что нас разрушить невозможно. Ни снутри, ни снаружи, если полезут на нас военным путем. Что касается Запада, там не было никогда и не будет единства. Запад, ведь мы взрослые люди понимаем, что это, во-первых, понятие графическое, во-вторых, понятие экономическое, а третье, понятие демографическое. То, что сегодня экономически Германия и Болгария сравняется, или Германия с Румынией, есть там, они, если вспомните, в начале существования Евросоюза, они еще рассматривали эти страны, новые, как они говорят, восточной Европе, что они тоже будут развиваться, а потом посмотрели, да нет, мы себе оставим то, что на развитии, а что вам останется, хорошо, они останутся, тоже хорошо, вы поставщики рабочей силы и нашей поддержки политики, а уже не говоря о национальном составе, сегодня основных, Европа, это уже совершенно не та, на которую мы равнялись, это не Европа Шекспира, это не Европа величайших деятелей культуры, на которых мы брали их и равняли, сегодня Европа, даже взять армию тоже Германии, если 20 лет назад там не немцев было порядка там 10%, что сегодня каждый третий, а это не немцы, если даже и придется что-то делать в плане военном, поэтому, конечно, я хочу, чтобы вот мы все и аудитория понимали, что почему они не пустили наших спортсменов, почему не пропустили нашу культуру, величайших деятелей, которые несли добро, как сказала моя коллега, и учили настоящий искус, да потому, что если они поедут, то люди же увидят на западе, слушайте, да что-то вы изображаете там такими недоумками, а они такие вещи, они олимпийские чемпионы, они международные призеры, они сегодня играют на фортепьяно так, что у нас некому так играть, или ставят такие спектакли «Лебеди на озеро», что никто не может поставить, это все звенья одной цепи, чтобы показать нас теми, которые не стоят особого внимания Великого Запада. Анатолий Тихонович, что ваше мнение, что получила сегодня Европа, опираясь на ту идеологию, которую она настоятельно в течение 30 лет пыталась нам привить, но получила отторжение, вот в очередной раз это отторжение произошло в 20-м году. Она получила начало конца, я в этом не сомневаюсь, это начало конца, потому что это, хотя говорят, как бы не полуофициально, но это линия тех, кто хочет народ, чтобы было население на земле меньше, и чтобы население только и делало, что воевало друг с другом, кроме тех, кому это, мягко говоря, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. Это начало конца всего, и социального, экономического, и прежде всего, я не боюсь этого слова, человеческого, человечного, они же хотят сегодня нас изобразить, что мы ненормальные, а они со своими ЛГБТ и всеми остальными, то, что было сказано, родители 1 и 2, это они нормальные, мы с вами ненормальные, то есть они пошли против природы, как таковой, природы человеческой сущности, а она не прощает такие вещи. У меня нет сомнения в том, что сила белорусского народа в единстве, и то, что народ Беларуси един, тоже нет сомнения, много сил, много, большой ценой это единство завоевано, и история тому доказательства еще больше, наверное, предстоит сделать единому белорусскому народу. Нам, конечно, необходимо сегодня, наверное, научиться гордиться единством, своей историей, своей культурой, собой, и своими, наверное, каждодневными какими-то делами и поступками на благо родной Беларуси, и это еще более нас усиливало. Когда я говорил, что нам надо как воздух единая программа патриотического и идеологического воспитания, я имел в виду, что это не только программа, и спасибо Минобру, что они сделали первые шаги к этому. Нам надо эта программа, как было сказано уже Надеждой Владимирович, нам надо программа по фильмам, нам надо программа по книжкам, нам надо программа по работе в социальных сетях. Обратите внимание, насколько избранно они работают, чтобы скомпрометировать ученик старшеклассный, который задавал вопросов президента, обратили вы, я обратил сразу внимание, провластных средствах массовой информации, ведь выбивает, что коль провластно, это неправда, вбивает молодежь, провластных, это вообще выражение надо искоренять, естественно, поэтому наличие такой программы, как воздух надо, но не Минобра, а государственные программы, на уровне указа, на уровне решения Соммина, чтобы она была обязательной для всех. С 25-го года она есть. Это начало. Это начало, совершенно правильно, чтобы не ходил директор школы, не просил руководителя дроведового, ты приди, пожалуйста, ты выступи, ты вот это покажешь. Должно быть все сделано, это первое. И второе, семья. Семья, мы должны учитывать реалии, в которых сегодня живет семья. А семья, с учетом особенно молодых родителей, их они бегут, они все бегут, они все торопятся, им надо заработать, им надо новая машина, им надо то, им надо это, и все сразу и без очереди. А ребенок остается с чем? С планшетом. А планшет, к сожалению, далеко не всегда учит тому, что надо. Поэтому надо специальную иметь программу по работе с семьей. У нас музей, мы тесно работаем с образованием. И к нам приходят разные детки. Детский сад и все наши музейные занятия, все это дифференцировано. И вот просто мы учим любить нашу малую родину. Потому что если он научится любить свою березовщину, он будет знать историю березовщины, значит, он будет любить эту нашу большую родину. И теперь уже, если, может, кто-то когда-то задавал, почему же у нас улица есть такая, 17 сентября, тоже теперь уже не будет этих вопросов. Тем более, как бы со стороны музея мы все делаем, чтобы эту дату знали, почему же это 17 сентября. Но это будет и есть видно единство, именно взаимопомощь. Вот так думают и так говорит единая страна в день народного единства. Спасибо вам большое за то, что были сегодня с нами.